Самые лучшие цены на аксессуары и Apple технику в партнере и магазине iok.ua Всем привет, с вами Apple TM и в этом видео мы поговорим о iPad 3 и iOS 7.0.4, которая стоит на iPad 3. Давайте начнем. Все самые новые новости на партнере этого выпуска сайте yablok.com Немного предыстории, я думаю те люди из вас, которые смотрят мои еженедельные обзоры игры, приложения для фону и пытающейся iPad, они знают, что на моем iPad долгое время, даже после выхода iOS 7, стояла iOS 6. Все дело в том, что на iOS 7 не было jailbreak, а у меня на iPad jailbreak стоит всегда. Это связано с тем, что я снимаю обзоры игры, приложения, если бы я покупал каждую игру или программу для этого обзора, я бы чокнулся, вслыхнулся и, наверное, помжевал сейчас в этот дикий мороз на улице. Что касается пиратского софта, как таковой он мне не нужен, я его просто скачу для обзора, потом сразу же удаляю, или если игра мне понравилась, то я ее покупаю. Вот, в общем-то, такая логика, именно для этого мне нужен jailbreak. У меня сейчас iOS 7.04, я обновился, потому что вышел jailbreak, это мне, как я уже сказал, нужно для обзоров, но вы можете видеть, что у меня нет никаких взломанных программ этой игры, программы, которые есть на моем iPhone, скачанные по скидкам или купленные в App Store, и, в общем-то, все. То есть, никакого пиратского софта здесь нету, и я вообще вас призываю, не чего не пиратить, а покупать, если вам эта игра или программа действительно нужна. И вот, обновился я с iOS 6 на iOS 7.0.4, и давайте поговорим об этой системе на моем iPad, и я расскажу вам, чем я недоволен, а недоволен я действительно многих. Первое, с чего мы начнем, это с того, что система очень нестабильная. Вот у меня эти программы, которые есть, активно я использую ВКонтакте, Twitter, iBooks, Instagram, камеру, Safari, ну и пару игрушек. Бывает такое, что они начинают крэшиться и вылетать, то есть, эти программы, как я уже говорил, они не пиратские, они скачаны из App Store, и, по идее, такого не должно быть. На iOS 6 такого не было, они не крэшились, а вот на iOS 7 они почему-то крэшятся, при том, что их большая часть адаптирована под iOS 7, вот, разве что из вот этих, что тут есть, не адаптирован только от VidBot и ВКонтакте для iPad. А так, все программы адаптированы, и с чем связаны эти вылеты, а черт его знает. Далее поговорим о оптимизации. Вы знаете, iOS 7.0.4 это система для новых устройств, потому что там она не лагает, идет отлично, вот, что касается iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad mini 2-го поколения, iPad 4, iPad Air, вот, до этих систем, я думаю, iOS 7 открывается в полной своей красоте. Что касается старых устройств, типа iPad 3, то тут все происходит с лагами. iPad я не перезагружал, я его просто заблокировал, давайте я нажму на Home, разблокирую устройство, и давайте после разблокировки войдем в Spotlight. What the fuck это, Apple? Что это такое? Так не должно быть, на iOS 6 все было нормально, это хоть меню выражает, слава богу, отлично, и это тоже. Что касается программ, то заходит, ну, долго, на iOS 6 такого не было, программы все открывались очень быстро, и это не растрачило вообще никакого времени, а теперь же это все открывается, ну, как-то долго. Как я уже сказал, на iOS 6 все было отлично, и был бы у меня сейчас вариант вернуться на iOS 6, я бы это сделал, к сожалению, с iOS 7 нельзя откатиться до iOS 6. С чем это связано? Apple закрыла это все, и очень даже зря бы вернул свой iPad на iOS 6. В общем, неоптимизированность и нестабильность работы iOS 7.0.4 заставляли ждать iOS 7.1. А, стоп, я вам еще вот это не показал. Вот что это за анимация, блин. В общем, подведя итог, я могу сказать, что, несмотря на все эти лаги несовершенности iOS 7.0.4 на iPad 3, я доволен этой версией операционной системы на iPad. Все дело в том, что у меня на iPhone 5 стоит iOS 7.0.4, она там идет просто отлично, не лагает, и она мне там очень нравится. Что касается iPad, мне нравится вот это все оформление, то, как сделаны иконки, меню. Она стала удобнее, она стала функциональнее, но лаги и вот эта прочая ерунда, которая случается с анимацией, она все-таки заставляет ждать iOS 7.1 и ждать, что уже 7.1 будет как iOS 6 в плане стабильности. А так, все красиво, все очень круто, все устраивает, но иногда эти лаги начинают бесить, и когда ты быстро переходишь между программами, ты ждешь, потому что оно не загружается так, как это было в iOS 6. В общем, ребят, ждем iOS 7.1 и верим в светлое будущее этой операционной системы на продукции Apple. На этом можем заканчивать, с вами был Apple TM, подписывайся на канал, если тут впервые, не забывай о яблочках, о нашем информационном партнере яблок.ком и магазине iok.e. Пока!